удовольствие произносить эти слова а там сегодня у нас один из топлотов эта работа дмитрия половинского дальше уже в общем принципе неважно какая что дмитрий половинский это какая-то прям вот величина величина а у нас с вами друзья мои индейская ритуальная шкура барана и 1991 год ну это вообще это вообще что хотим сказать исключительная редкость исключительно живопись дмитрия половинского появляется на аукционах не каждый год а такая мягкая формулировочка да ну не каждый год но глядишь там да что за этим стоит а затем стоит что например в прошлом году не было а позапрошлом спросит меня и в позапрошлом друзья мои не было то есть вот у нас сейчас за ближайшие два года наконец-то появилась абсолютно топовая вещь причем вот одно из лучших у него мы знаем да например и вот великолепные носороги например его великолепные черепахи вот ритуальная шкура одна из таких же направлений одно из таких же направлений так что друзья мои причем это касается всего мира это не то что там вот на внутренних торгах да здесь бывает так что специфика присутствует когда хорошие ударные работы вначале пытаются продаваться через какие-то частные закрытые сделки галерейные продажи а уже потом когда вот совсем все тяжело и так далее не получается выплескиваться на аукционы сейчас эта ситуация меняется скажем так последние года два-три ситуация заметно меняется и работы сразу попадают на аукционы минуя вот эти длительные паузы в виде частных сделок и галерейных продаж сразу раз отсюда кстати вот посмотрите наш ролик про итоги прогноза там я эту тему касают этой темы касаюсь и так вернулись к дмитрию плавинскому давний любимец коллекционеров кастаки друзья мои вот эта фамилия когда звучит вот эта коллекция знаменитой кастаки надо сразу прям такую вот боевую стойку принять сразу охотничаю да и так знаменитой кастаки купил его первую работу в 1960 году увидев на квартирные выставки у цирлина сегодня дмитрий плавинский признанный мастер структурного символизма работа которого находится в лучших музеях мира особый путь художника исследователь открылся плавинского в конце 1950-х годов после первого путешествия в советскую среднюю азию старайтесь какие повороты какие повороты где творчество там нонконформизм и средняя азия оказалась в 1950-х а вот величественные руины артефакты древних цивилизаций стали для него источником вдохновения на всю жизнь там где обычный человек видел лишь признаки упадка и разрушения плавинский находил источники завораживающей красоты и проявление мистической природы кстати об этом тут действительно так погуглите или вы зайдите в youtube и там по задавайте странные запросы например там забытая руины да и решите в этом духе вам выскочит удивительные ролики и удивительных энтузиастов которые целью поставили себе просто зафиксировать на камеру на видео то что еще пока еще сохраняется те самые грандиозные руины которые мы по ошибке своей относим какой-то древней греческой культуре древней римской культуре и что-то в этом духе на самом деле это была какая-то потрясающе могучая цивилизация настоящий каменный век от которой остались вот эти грандиозные сооружения пирамида одни из них а борьбек знаменитый один из них гигантское количество гигантской не просто там много а гигантское количество вот этого настоящего каменного века как сооружалось какие и так далее вот эти отголоски уловил дмитрий плавинский вот эти остатки и так далее вот этих цивилизаций на на которых мы продолжаем до посмотреть восхищение частично коснулись его творчество частично смотрите плавинский находил источники заварающей красоты и проявление мистической природы он искал прекрасное и в античных руинах средиземноморья и в заброшенных избах русского севера и на старых еврейских кладбищах и на библейских тропах любовь к палеом мифологии страсть переосмыслению древних символов и знаков стала самой узнаваемой чертой его творчества практически в каждой большой работе художника можно выделить философскую идею внимание скоротечности и бренности жизни идею суеты сует дмитрий плавинский входит ну в дальше уже стандартная вода кто малость подзабыл что из себя представляет этот великолепный художник дмитрий плавинский входит десятку самых дорогих художников неофициального искусства он участник был участником ключевых резонансных выставок нон конформистов начиная с разогнанной выставки в дк дружба на шоссе энтузиаста в 1967 году до пчеловодства 1975 горкомовских выставок на малой грузинской тут все имя фамилия имя художника это вот топовое всегда все топовое как слышите плавинский сразу все в 90-х годах художник уехал с сша работал с американскими галереями сделал успешную международную карьеру умер в москве в двенадцатом году вот так еще раз повторю творчеству дмитрия плавинского будет у нас посвящен отдельный ролик поэтому я сейчас пока все на этом просто обратите внимание скажите нам спасибо приготовьтесь к серьезной борьбе и отдельно поизучайте роли которые тоже появятся вот буквально 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 все давайте сосредоточимся а мы дальше следующая работа про которую мы с вами поговорим это работа петра беленка называется кратеры 1975 год размер видите 94 94 на 65 бумага милованная на картоне тушь-калаш это техника отличается немножко но отличается и она дает свой такой дополнительный какой-то эффект до против его обычных работ это первое второе и композиция отличается работ называется кратеры причем про петра беленка мы с вами неоднократно говорили это панический реализм или петра беленок один из главных новаторов послевоенного неофициального искусства начиная с шестидесятых годов он разрабатывал тему катастрофизма да вот эта опасность разлитая в воздухе да вот это предчувствие чего-то такого вот сейчас это настолько мы уже говорили сами актуально что даже сложно передать подобрать другого художника который был бы сейчас настолько актуальны причем а работа еще раз причем 75 это себя проверю до еще раз семьдесят пятого года то есть с момента создания прошло с этим всегда около 50 лет а как вчера и вот это без надо которая нависает над человеком всегда присутствует какая-то маленькая условно растерянная человеческая фигурка которая не знает как противостоять какой-то сущности стихии темным каким-то надвигающимся силам то ли природы то ли еще чего-то неизвестно всегда хочется вот несмотря на это работа а красивые интерьер на красивые то есть по-любому не просто впишется да там в интерьер вашу коллекцию а безусловно украсит и это дает странный эффект с одной стороны до панический реализм а с другой стороны но это красиво это хорошо а красота как мы знаем спасет мир соответственно никакой чернухи никакой депрессии какой-то депрессивной до какой-то негативной энергии в его работах почему-то нет то есть с одной стороны все маленькие вот элементики указывают на то что что-то должно быть такое но отрицательно заряжены как-то а вот нет при всем при том это странно потому что вот при всей такой сложности до ситуации в которые ставятся герои петра беленка тем не менее какой-то просвет и выход как-то странным образом просматриваться запомните ли мои слова сейчас у нас сами ноябрь я вам предсказываю что к февралю странным образом у нас с вами начнет проясняться не знаю вот такое мое предчувствие и у петра беленка давайте друзья хорошая цена замечательная работа редкий сюжет но как не побороться не приобрести в своей коллекции давайте кому-то повезет а мы переходим следующий ну а в догон раз уж мы заговорили о прилуках и любимом месте пребывания владимира немухина пожалуйста ранний пейзаж как раз этого места на берегу аки это мы прочитали с вами прелугский пейзаж прелугский пейзаж да работ стоит спасибо экспертиза еще есть у нас еще одно подтверждение тут как мы любим с вами куча железобетонных бумаг так чтобы быть уверенными на все 100 так что друзья мои кто собирает любит ценят немухина лавера два исключительно редких объекта ранее работа и скульптура навеянная практически свыше так что побороться побороться давайте кому-то повезет а мы едем дальше четвертого номера в нашей программы с вами идет оскар рабин представляете дочь какой 1972 год 1972 год сюда иммиграционный период причем вот этот сюжет с куклой он у него идет какой-то линии пунктирной да не основной нет не главный не паспорт не водка селедка и тогда тем не менее и тем не менее во франции он к этому сюжету тоже обращается тоже брошенная кукол уже на фоне эфелевых башни и так далее там каких-то французских строений так что тема с каким-то смыслом ну тут сейчас не надо искать прямолинейных смыслов до виде там ну наверное можно какую-то простую историю рассмотреть до потерянная кукла каким-то ребенком на фоне вот какого-то мрачноватого рабинского пейзажа который очень многие ругают и считают его чернушным и что это все такое нервно не не в неприятное да что вот с этим жить тяжело и так далее наоборот насмотренные люди типа нас вот как раз такой-то рабин является основным я бы сказал классическим и наиболее правильным и конечно иметь такого в коллекции ну друзья мои одно удовольствие так что вы ставите еще раз возвращаемся какой аукцион и вот вспомните мое вступительное слово о том что эта волна вот таких высококлассных картин первых имен художников она не вечно мягко говоря это не пиперштейн до 2008 тысяч там какого-то года это буквально история там неделя две-три закончится так что здесь пропускать нельзя пропускать нельзя давать друзья мы поборемся пополним коллекции а мы едем дальше переходим рубрику современное искусство перед нами александр совку любимый нами художник и работа называется да все в прошлом 2021 год 2021 год да все в прошлом название может показаться странным как будто ответ на какой-то вопрос или на что-то а мы с вами знаем что совка берет известные произведения как мирового такое не очень значение и перелицовывает переделывает их на какой-то современный лад взгляд добавляя туда какие-то дополнительные смыслы как бы вопросы ответы между прошлым будущем настоящим этим интересен этот этот художник им интересно разговаривать кстати говоря и тогда все в прошлом за основу этой работы и ответ взят взяты взяты другая работа естественно художник василий васильевич максимов ну такого девятнадцатого года работа называлась у этого максимова все в прошлом посмотрим на меня понятно о чем идет речь переход старого образа жизни купеческого до какого-то барского в новое капиталистическое индустриальное да то собственно чему посвящены очень многие произведения как раз конца девятнадцатого века чехова там и всего остального это что-то отживающее даже очень милое нашему сердцу ностальгическое да и тем не менее приходящая в упадок ну вот совкон дал свое видение этого же вопроса скажем так не проблема вопроса и в общем заставляет нас с вами задуматься и признать чем все таки надо жить прошло или будущем на самом деле серьезный вопрос чаще всего как только наступает мысль такая главная мысль жизни что все уже прошло все было в прошлом и там все было лучше на этом все заканчивается будущего нет а вот если живешь планами несмотря ни на что несмотря что там сейчас происходит за окном в мире и бог знает тем не менее строишь планы занимаешься развитием бизнеса строительством нового и в этом глубочайший смысл и в этом есть перспектива и что самое главное в этом есть будущее такая казалось смешная до мультяшная тема подвижника александра совко а как глубоко можно копнуть